здравствуйте дорогие подписчики хочу рассказать сегодня видение которое случилось именно в поезде когда мы ехали да то есть мы переехали в город мессор и ехали обычным индийским поездом как я понял как третий класс что такое мне очень понятно такая система необычная вот и рано утром когда встал соответственно до оставалось до приезда в мессор еще три часа мы были на то время в карнатеке вагоны уже опустили потому что большая часть людей выходит именно в центре штата вот ну и в пустом вагоне думаю посижу мантру почитаю мои все спят еще в результате видение такое случилось да то есть начитывая мантру оказался в ней физического тела и вижу себя находящимся в городе ну и как я понял это был город мессор и соответственно увидев именно в городе себя было солнечно я не помню какой-то одежде был сама быть обычной повседневной и смотрю я стою напротив обычного такого ларечка до в котором продают сок и кроме меня в этой очереди никого нету а напротив стоит очень красивая индианка просто очень красивая вот таких женщин с такой красотой просто нет на земле и она мне продает сок но что самое интересное она мне его не просто продает она меня угощает им да то есть я стою в очереди в котором продают сок точнее очередь состоит только из меня да и этот сок мне не продают а просто меня угощают и ощущение было такое что а это был манговый сок до очень такой вкусный и ощущение было такое что вся моя жизнь находится под влиянием божественной матери дурги потому что та женщина которая продавала мне этот сок ну или угощала меня этим соком по большому счету заботится о всей моей жизни вот и она дает мне этот сок и я понимаю что да вот вся же вся моя жизнь ее в руках это было удивительным такое настроение и дальше она ко мне обращается она спрашивает ну как тебе детки справляешься имеется ввиду что ну как не сильно стремято тяжело да и ряда нет справляюсь даже нравится на что она очень радостно так улыбнулась да и вот эти все моменты которые происходили да когда она дает мне сок я понимаю что она всю жизнь мне мне ну как бы обо мне опекается до поддерживает меня во всех смыслах мы как божественная мать и даже дети которые мне есть это души которые послала именно божественная мать дурга это с ее благословения с ее силы и милосердия проявились мои дети вот очень необычные дети конечно с уникальными с удивительными судьбами со своими минусами со своими плюсами но на самом деле я вот вполне искренне ответил сказал что да нет все хорошо как бы я доволен мне все нравится вот но внутреннее значение вот во снах всегда надо обращать внимание на внутреннее значение ой простите не во снах медитации внутреннее значение было таково что да я чувствовал как бы всю свою жизнь и я понимал что вот вся моя жизнь и уру в ее руках и все что все что приходит как бы приходит исключительно от нее удивительное состояние такие вот эти как бы жизненные уроки я в номере нахожусь сейчас покажу номер вот соответственно как бы то что мы были на въезде город мой ссор это явилась божественная мать дурга до в таком прекрасном облике это было благословение и как бы она таким образом дала понять что все мое пребывание будет в майсоре под ее покровительством силу ее благословений силой милости защиты и так далее так далее действительно вот и что самое интересное первый отель в который мы приехали конечно такие знаете индусы сами по себе они сумбурные а вот и самое главное вот не вестись в диалогах с ними да то есть нужно отстаивать какую-то свою позицию вот и мы когда приехали в отель нам сначала предложили номера по 4000 рупий вот в результате мы снили сняли на нашу группу три номера вот по 800 рупий то есть вполне нормальная индийская цена вот и номера очень хорошие прям придраться не к чему вот но что самое интересное когда я первый раз приехал 2005 году в индию я также с помощью индусов да они водители рикши он подвез меня вот и говорит подвез меня туда куда я просил он горит хочет я помогу с отелем и давай вот он меня отвез центр в очень хороший отель и там снял себе номер практически на месяц а вот и жила на четвертом этаже с этажа с моего этажа когда я выходил из номера я всегда видел город урги но я не знал что это было город урги божественной матери дурги и это всегда такое знать такие были какие-то инсайты выхожу и очень красивая гора мне так манит она так она тянет и когда я выхожу из номера дает я всегда я вижу всегда один и тот же вопрос что там такое а еще было чтобы что еще было удивительно то что когда я видел гору эту гору до по центру горы из фонарей там было видно что освещается какая-то дорожка но на самом деле последствия знал что это парикромная дорога да то есть по ним по ней люди босиком поднимаются на гору вот и она освещается всю ночь всю ночь что там светит свет и издалека это выглядит как такая гирлянда поднимающийся на вершину горы я всегда задавался вопросом а представляете солнце всходит да я выхожу из своего номера а вот и смотрю на эту гуру я всегда задаюсь вопросом что это за гирлянда да вот это вот светящийся да и спустя спустя несколько дней я специально пошел узнать что там такое и узнал что там что то есть такой храм там есть город урги храм дурги что это парикромная дорога и так далее то есть я когда ехал в майсоре не знал что здесь есть такое святое место точнее я бы слышал о нем но мне не было никаких деталей мне было совершенно не интересно кто такая дурга для чего она там что с чем она связана данная богиня то есть интереса с моей стороны не было вообще ехал кто знает да я рассказывал немножко там эти истории я ехал вашим шрига на пати вот но в результате оказалось что это ну в общем обычная индийская рулетка да то есть такой диски лохотрон простите что это высказываюсь в общем такое очередной индийский недогуру вот который к сожалению много да и даже здесь бывают ситуации когда учителя но не совсем не соответствует своему статусу у меня на то мы им было разочарование но какой-то момент да то есть одной стороны меня было разочарование данной личности и вообще во многу некоторых традициях на тот момент а вот и когда появилась больше снова дурга она была как глотком свежего воздуха да то есть я вас прямо дату и с одной стороны меня было в жизни очень сильное разочарование вот и как бы В традиции ведические знания я понял, что тоже бывают свои подводные, не совсем чистые кармы и камни. А когда появилась Божественная Мать Дурга, все эти знания, для меня это было как глоток свежего воздуха, как еще можно сравнить, как некое вдохновение. И, соответственно, можно сказать, что она даже меня как-то спасла. И в то же самое время начались ведения, связанные с данной богиней. Эти ведения продолжаются до сих пор, я записываю регулярно видео. Сегодня также пойдем на эту гору, позаписываем там какую-то часть материала, расскажу что-то. И в тот день, когда я поднялся на эту гору и видел, что там находится храм, очень древний, очень красивый храм, вот, я увидел во сне опять эту гору. Я видел, что и во сне я увидел, я описывал, кстати, по-моему, да, в какой-то из книг, и в каком-то видео даже рассказывал. И во сне я, видев гору, видел, что вершина горы сияет голубым светом. И в сновидении я еще тогда задумался, ну, странно, как бы, фонари целенаправленно, никто окрашивать голубой свет не будет, потому что, ну, как-то это не нужно. Вот, с другой стороны, света было так много, что, ну, сияния на вершине горы было так много, что было понимание того, что и такое количество освещения тоже, собственно, нет необходимости. Да, то есть, включать так много осветительных приборов, чтобы создать какой-то световой эффект, ну, это нереально. И тогда я задался вопросом, что это за голубой свет и что же там происходит. И что самое интересное, в первый день, когда я туда поднялся, как только я подошел к храму, там выполнялась, я не знаю, какая-то практика называется, они раз, по-моему, раз в месяц выносят богиню Уцева-Мурти, да, то есть, малое божество. То есть, есть большое божество, оно создано из камня, его из храма никогда не выносят, а выносят маленькое божество. И вот они вынесли Уцева-Мурти, и Уцева-Мурти размером приблизительно, ну, может быть, 25-20-25, может, 30 сантиметров. И оно полностью из золота, очень красивое божество. Вот, и когда вынесли это божество, его установили на такую огромную телегу, ну, я не знаю, как они, колесницу, да, это называется колесницу. Ну, и, собственно, все индусы впряглись и давай с мантрами, с пением, с киртанами, да, катить эту телегу, тянуть эту телегу за собой. Вот, и точно так же, я думаю, мне что мешает, да, и я вот, представляете, когда первый раз я подхожу к храму, выносят эту богиню. Для меня это был такой даршин, и я понял, что богиня тогда меня встречала. То есть она меня тогда таким образом благословила. И то, что вот был вот этот вот праздник, она как бы позволила, ну, проявила такую милость, оказала, ну, или же указала на путь моего развития, путь служения, да, то есть то, что я тянул, как это называется, забываю всегда, колесницу, да, вместе с другими индусами, я причем был там самый первый, вот, как бы, она таким образом дала понять именно мой путь развития. И, да, в целом можно сказать, что данная поездка, она полностью перевернула мой мир, мое восприятие, мою жизнь, в целом мою жизнь. Вот, и тогда началось мое духовное, тогда именно началось мое духовное развитие. Вот, за что, конечно же, Божественной Матери Дурге очень большое спасибо. Вот, и, представляете, это было в 2005 году. Соответственно, прошло практически, да, 19 лет. И вот мы приезжаем, я уже приезжаю сюда с семьей, вот, кстати, супруга очень настаивала на этой поездке, да, она всячески прям просила. Вот, было очень интересно с ее стороны. Ну, я не мог отказать, я понял, что лучше съездить, да, чтобы реализовались какие-то такие вот настроения. Так бы было, ну, так будет проще. Вот, и когда мы сюда приехали, обратите внимание, мы в первый отель, в который мы обратились, мы приблизительно знали, в каком районе Майсора находимся. Но когда мы первый раз, в первый отель, в который мы обратились, и нам дали номер, каково же мое удивление, что, сейчас я покажу, что из этого номера тоже видна гора Божественной Матери Дурге. Я сейчас покажу всем нам. Сейчас, если будет видно. Вон, видите? Да, вон, у меня, у меня, соответственно, рядом с головой, видите, гору. Вот это вот и есть та самая гора. И я опять, выходя из номера, опять вижу гору Божественной Матери Дурге, опять все те же события, которые тогда меня всколыхнули, они повторяются. Это настолько мистично, вот, настолько интересно. Хочу сказать, что в прошлый раз, когда мы были, приезжали, да, мы остановились в районе, в котором проживает большая часть этих, как, аштанга-йогов, да, то есть здесь же был Потапхи Джойс. Вот, здесь его школа, школа йоги, аштанга-виньясы. Вот, здесь район есть, в который приезжают, останавливаются и европейцы. В прошлый раз мы остановились именно в этом районе, и это было довольно далеко от горы Дурге, и гору Дурге было не видно. Но в то же самое время тоже было видение, в котором я понял, что отель, который мы сняли, а там тоже были свои ситуации. Вот, мы приехали, заказали один отель, а приезжаем, а оказывается, этого отеля не существует, да, то есть кто-то просто пытается каким-то образом зарабатывать деньги, да, то есть в букинге там-то есть такая система, если ты заказываешь и отказываешься, да, то ты должен оплатить. Вот, когда мы приехали, оказалось, что там отеля нету. Я, естественно, написал жалобу, написал ситуацию, мне пошли навстречу, не списали деньги с карты. Вот, но как только эта ситуация проблемная возникла, в течение 30 секунд мы нашли новый отель, в котором были отличные номера за небольшие деньги. Вот, и тогда это было действительно каким-то таким, знаете, Даршином. Вот, и это место тоже в видении, я увидел, что это благословение Божественной Матери Дурги. И здесь опять та же самая ситуация. Сейчас, не знаю, тут очень интенсивный свет, и камера не может показать. Вот, вот, если видите, вон, видите, в окне довольно большая гора, она высотой около полукилометра, эта гора. Вот, соответственно, ну, то есть 500 метров. На этой горе происходила битва Божественной Матери Дурги с демоном Махиша Сурой, вот, в честь, ну, как, в честь этой битвы, в честь того, что Божественная Мать Дурга убила демона, и назвали этот город, то есть, в честь, можно сказать, демона, да, то есть Махиша Сура, Майсор. Вот, как-то так. Вот такая вот у нас сегодняшняя история. Всем, джай! Продолжение следует...